Всем привет! С вами Анастасия Яцкала и канал Еда на любой вкус. Сегодня готовим закусочный луковый пирог. Очень вкусный! Даже если вы не любите лук, все равно попробуйте приготовить. В этом пироге он приобретает неповторимый и особенный вкус. Чтобы приготовить вкусное песочное тесто, нам понадобится пшеничная мука, охлажденное сливочное масло или маргарин, сметана, соль и разрыхлитель. Порежу масло на кусочки, так будет его легче перетирать с мукой. Масло просто охлажденное, я его достала из холодильника. Затем нужно будет просеять муку. Сюда же добавим разрыхлитель. Если вы берете соду, то соду добавьте сначала в сметану, чтобы она погасилась, а затем уже добавляйте в тесто. Добавляем сюда масло, соль и перетираем руками в крошку. Делаем это очень быстро. Если же масло у вас замороженное, из морозильной камеры, не обязательно ждать, пока оно станет нужной температуры. Можно его просто перетереть через терку. Теперь, чтобы это все соединить, нам нужна жидкость. Я добавляю сметану. Все быстро собираем в однородный комок. Долго вымешивать не нужно. Как только это все соберется, будет достаточно. Его можно убрать в пакетик или пищевую пленку. Я просто накрою тарелкой и уберу в холодильник, тем временем, пока буду заниматься начинкой. Для начинки нам понадобится репчатый лук, сыр. Я взяла плавленый, можно взять твердый. Растительное масло и сливочное масло для обжарки. Соль, перец по вкусу и немного зелени. Если ее нет, ничего страшного, можно не добавлять. Из зелени я взяла немного лука и укропа. Также для начинки понадобится 3 куриных яйца. Измельчаем лук. Можно резать его квадратиками, полукольцами, четвертинками. Здесь это не имеет значения. Включаю плиту. Добавляю на сковороду 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку сливочного масла. Далее мы сюда отправляем лук. Его можно уже посолить по вкусу. И осталось только дождаться, пока он приобретет прозрачный оттенок. Тем временем порежу зелень. Зелени здесь не нужно слишком много. В общем, она для легкого вкуса и интересного цвета. Если нет свежей зелени, используйте сушеную. Можно вполне обойтись и без нее. Натираю на терке плавленый сыр. Можно его немного охладить, чтобы было легче натирать. Главное, чтобы это был сыр, а не сырный продукт. Чтобы имел тот самый сливочный вкус. Тогда будет намного вкуснее. Когда лук начал уже поджариваться, влага немного испарилась, добавьте кипяченой воды. Совсем немножко. Масла я не советую добавлять больше, чтобы пирог не получился слишком притерно-жирным. Лучше по мере испарения жидкости добавляйте водички. И тушим дальше до прозрачного состояния. Ну что ж, лучок у нас уже готов. Посмотрите, он должен приобрести вот такой оттенок. Добавляем лучок к плавленому сыру. Добавляем зелень. Еще добавлю соли и перца по вкусу. Пока лук горячий, он хорошо перемешается с плавленым сыром. За счет сыра лук у нас уже немного остыл. Начинка стала теплая. Теперь можно добавлять сюда яйца. Если же все-таки она горячая, дайте ей немного остыть. И все равномерно еще перемешаем. Перед добавлением яиц начинку можно попробовать на соль. Если маловато, можно добавить еще. Беру пергаментную бумагу. Обрезаю ее, чтобы она стала круглой. Таким образом я закрою и дно, и бока формы. Достаю из холодильника тесто. Прошло у меня полчаса. Присыпаю слегка стол и тесто мукой. Раскатаю его чуть больше диаметра формы. С запасом на бортики. Тем временем духовка уже разогревается до 180 градусов. Вот таким вот образом можно замерить. Подставим форму. С помощью скалки теперь переносим тесто. Равномерно его разровняем по форме. Вот таким вот образом. Дно обязательно наколем вилкой, чтобы оно не вздумало вздуваться. Снова слегка перемешаем начинку. Выливаем ее в форму. Распределяя равномерно. Теперь вот таким вот образом, слегка соединяя края, накрываю пирог. Отправляем в разогретую духовку. Делаем температуру 190. И выпекаем пирог. Приблизительно 40-45 минут. Через 30 минут я смазываю бока пирога желтком. И отправляю в духовку еще буквально на 10 минут. Так как пирог уже почти готов. Так как пирог является закусочным, его, конечно, едят охлажденным. Лук приобретает здесь, конечно, неповторимый вкус. Попробуйте обязательно. Ну а с вами был канал Еда на любой вкус. Не забудьте подписаться. Впереди еще очень много интересного. Также ставьте лайк, если понравился рецепт. Не забудьте поделиться им с друзьями. И до новых встреч. Пока!